Здравствуйте, меня зовут Николай Павлов, я тренер и эксперт по Microsoft Office и по Excel в частности, а также автор сайта planetaxl.ru и книги Microsoft Excel «Готовые решения. Бери и пользуйся», где вы можете найти много полезной информации по работе в этой программе. В этом видео уроке я хотел бы подробно рассказать и показать, как использовать такой малоизвестный, незаслуженно малоизвестный инструмент Microsoft Excel как представление или Custom Views в оригинале. В Excel много красивых и мощных инструментов, которые знает большинство продвинутых пользователей. Сводные таблицы, функции а-ля WPR или VLOOKUP, консолидация и так далее. Но есть несколько инструментов, незаслуженно совершенно, я считаю, обделенных вниманием большинства пользователей, даже профессиональных. За свою тренерскую карьеру, а это больше 10 лет, мне одной руки хватит вспомнить людей, которые использовали бы такой замечательный инструмент Excel как представление или Custom Views. Что же это за штука? Представление — это инструмент, который позволяет сохранить внешний вид таблицы, включая положение активной ячейки на листе, скрытые видимые строки, свернутые и развернутые группировки, параметры фильтрации, параметры печати и сохранить их в виде набора представления или Custom Views. На практике это позволяет нам сделать несколько разных режимов для работы с одной и той же таблицей и быстро, практически моментально переключаться между ними. Рассмотрим для затравки простой пример. Предположим, у нас есть вот такая вот таблица со списком сотрудников, с включенным фильтром, и нам приходится периодически фильтровать в этой таблице одно и то же. Если вы HR или кадровик, наверняка такой сценарий будет вам знаком. Например, вы часто фильтруете мужчин или женщин, или пенсионеров, или начальников отдела, или стажеров. Можно делать это руками каждый раз, используя фильтр. А можно сделать один раз, а потом запомнить отфильтрованные строки и параметры фильтрации в виде представления. Давайте попробуем это сделать. Допустим, отфильтрую только женщин. Получилось шесть записей. А теперь создаем представление. Для этого идем на вкладку «Вид» и используем вот эту кнопку «Представление» или «Custom Views». Нажатие на эту кнопку открывает вот такое несложное окно. В нем можно добавить представление, удалить представление, или применить, или вывести его. Давайте попробуем создать или добавить. Все очень просто. Excel просит нас ввести имя представления. В принципе, можно использовать абсолютно любые слова. Единственное, совет или уточнение, поскольку все представления со всех листов, а их может быть много в книге, будут выводиться одним общим списком, чтобы понимать, какому именно листу применяется то или иное представление, я бы рекомендовал начинать имя представления с имени листа или какого-то другого отличительного признака. Давайте я буду начинать с имени листа. Это, наверное, проще всего и очевиднее всего. То есть наберу «Люди», подчеркивание, допустим, «Женщины». Нажимаю «Ок». Теперь отфильтрую для справедливости мужчин. И еще раз создам представление в этом же окошке. Только назову его «Люди-мужчины». Нажимаю «Ок». Ну и чтобы было проще работать, давайте на вкладке «Данные» уберу всю фильтрацию, то есть верну полный список без критериев отбора, и создадим еще одно представление, которое назовем «Все», для того, чтобы можно было выводить так же быстро и полный список. Итак, мы сделали три представления. Теперь можно легко между ними переключаться. Смотрите, выбираю «Женщин», нажимаю «Применить» и вижу только «Женщин». Выбираю «Мужчин», нажимаю «Применить» и вижу только «Мужчин». Процесс переключения между представлениями можно еще больше упростить и ускорить, если добавить выпадающий список представлений вот сюда, в левый верхний угол, на панель быстрого доступа, как она правильно называется. Для этого щелкну правой кнопкой мышки по панели быстрого доступа, выберу команду «Настройка» панели быстрого доступа. В английской версии это будет «Customize Quick Access Toolbar». И в открывшемся окне нужно вот к тем кнопкам, которые там уже есть, добавить нашу кнопку, а точнее выпадающий список представлений. Для того, чтобы его найти, придется вот здесь вот сверху развернуть выпадающий список и уточнить Excel, что мы хотим видеть не часто используемые, а все команды. В полном списке команд эту штуку можно найти. Тут они по алфавиту, поэтому придется немного поискать. И вот наше представление. Выделяем, добавляем на панель быстрого доступа и закрываем это окно. Теперь стало совсем удобно. Смотрите, разворачиваю выпадающий список, выбираю нужное представление и тут же переключаюсь на него. Что интересно, при помощи этого же выпадающего списка представления можно и создавать. Допустим, отфильтрую всех начальников отделов и дальше щелкаю мышкой в это поле, стираю все, что там есть и ввожу имя нового создаваемого представления. Ну, например, давайте назову его по традиции «Люди, начальники». И важно в конце нажать на «Энтер». То же самое окно, как видите, только уже введено имя и все остальное. Осталось нажать просто на «Ок». Все супер, представление готово. Смотрите, вот люди все, а вот люди начальники. Еще один сценарий, при котором удобно использовать представления, это необходимость временно скрывать, а потом отображать некоторые строки или столбцы. Безусловно, это можно делать руками, выделять их, скрывать, потом отображать назад, но это долго, особенно если их много. Гораздо удобнее использовать представления, потому что в представлении запоминается, какие строки и столбцы скрыты, а какие видимы. Так что можно сделать несколько разных представлений для, например, подробного или общего вида отчета. Вот, допустим, смотрите, сейчас у нас отчет виден весь, включая подробности по месяцам. Давайте создадим представление, я назову его по традиции, начиная с имени листа, «Доходы подробно», нажимаю на «Энтер» и еще раз на «Энтер» или на «Ок». А теперь скроем данные по месяцам. Я использую обычное классическое скрытие, то есть выделяю строки и щелкаю правой кнопкой мышки «Скрыть». Либо, возможно, вы это знаете, можно использовать сочетание клавиш «Контрол» и «Ноль». Само собой, можно это сделать сразу для нескольких столбцов, если их выделить, удерживая «Контрол». Итого, теперь у нас красивый компактный вид таблицы. Сохраним его тоже в виде отдельного представления. Назову его «Доходы общий вид». «Энтер» и еще раз. И посмотрите, опять же, какая прелесть. Смотрите, вот «Доходы подробно», а вот «Доходы» в общем виде без детализации. Естественно, можно использовать и группировку, и скрытие строк для этого, но представление – неплохой вариант, как я считаю. Похожая ситуация на листе продажи, но вот здесь точно группировка уже не поможет, потому что строки идут через одно. Посмотрите, это весьма типичный вариант для, например, плана продаж или для бюджета, когда идет столбец «План», за ним идет столбец «Факт», потом считается разница в процентах, и вся эта триада повторяется x раз для каждого месяца. Вот, допустим, смотрите, сейчас сделаем, опять же, по традиции, сначала общее представление, назову его «Продажи». Все. А потом отдельно сделаем представление для отображения, например, только плана или только факта. То есть скрываю данные, например, по факту, по процентам. Скрываю, чтобы остался только план. «План» и сохраняем это как представление. «Продажи». «План». Отлично. Теперь разворачиваем и повторяем то же самое, только для факта. То есть выделяем так, чтобы остался только факт. Скрываем ненужные строки. И сохраняем в виде представления продажи. «Факт». Итого, смотрите, вот у нас три представления. «Продажи». Все. «Продажи. План». И «Продажи. Факт». То есть можно моментально переключаться между ними. Помимо всего показанного, также не забывайте, что в представление входят и параметры страницы. То есть все, что вы настраиваете на вкладке «Разметка страницы», ориентация бумаги, поля, области печати и все остальное, тоже сохраняется внутри представлений. И, наверное, есть ситуации, где вы могли бы это использовать, если не забудете. Единственный минус при работе с представлениями заключается в том, что представления, к сожалению, совершенно несовместимы с умными таблицами. То есть команда форматировать как таблицу, я думаю, многим знакомая. Если нет, то посмотрите видео. Есть большое видео на эту тему, которое я давно записывал. Так вот эта замечательная команда, которая на самом деле не только раскрашивает таблицу, но и превращает ее в резиновую с автоподстройкой размеров, с протягиванием формул и так далее. То есть очень много бонусов. Вот, к сожалению, это совершенно несовместимо с представлениями. Надеюсь, в следующих версиях Microsoft это исправит. Но пока, если вы создаете хотя бы одну вот такую умную таблицу у себя в книге, давайте попробуем это сделать. Допустим, на листе люди я сейчас уберу фильтры и превращу эту обычную пока таблицу в умную таблицу. То посмотрите на вкладке вид, команда представления становится неактивной. И созданные представления, то есть те, которые мы уже сделали, они просто перестают работать. Вот это, конечно, грустно, но надеюсь, в будущем это исправят. Кроме того, далеко не всегда нужны умные таблицы. Так что используйте представления, когда это удобно. Помните про них в некоторых ситуациях, они очень здорово могут выручить. Вот так. Когда знаешь, все просто. Если хотите узнать больше и профессионально научиться пользоваться Excel и пакетом Microsoft Office, приходите на наши тренинги, которые мы организуем для компаний и частных лиц. Подробности на сайте planetaxl.ru в разделе тренинги. Ну и подписывайтесь на нас на YouTube, следите за нашими новостями на Facebook, в Twitter и по RSS.